По зимним дорогам на летней резине для велосипедистов с сибирским характером нет ничего невозможного. Это доказал прошедший 18 февраля на Соборной площади спортивный праздник «Велостарт-2012», организованный Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорту Омской области. Прокатиться на двухколеснике по обледенелому асфальту, удержать равновесие и не поскользнуться на повороте, потребовало от участников немало мастерства. На специально организованной трассе и нескольких площадках одновременно проходили состязания по велоболу, полоса препятствий, эстафета, масс-старт и даже конкурс на самое медленное преодоление трассы. Шоссейный, горный, БМХ. В «Велостарте» участники соревновались на велосипедах разных видов. Большинство спортсменов впервые испытали свои байки в непривычных для них условиях. Например, БМХ-сер с 14-летним стажем Павел Романенко ради эксперимента принял участие в спринтерском заезде. Трасса серьезная для меня лично, потому что мой вид спорта предназначен на короткие дистанции, на преодоление прыжков, в основном стоя. Главное – равновесие в нашем же деле. Держишь равновесие, там можно учиться скольжению и преодолеванию всяких препятствий. В рамках спортивного праздника также состоялась презентация целевой программы материально-технической поддержки спортивных школ по велосипедному спорту «Старт». Ее цель – увеличение массовости и повышение уровня омского велоспорта. Омская региональная общественная организация Федерации велосипедного спорта поучаствовала в гранде организованной Федерацией велоспорта России, в рамках которого мы получили 60 велосипедов, автомобиль «ВАЗ», автомобиль «Газель». Число увлеченных велосипортом в Омской области явно более 10 тысяч человек. Поэтому, понятное дело, кто-то для тебя ставит цель именно на Олимпийский подиум, а кто-то просто ради оздоровления себя лично, ради того, чтобы он был физически здоров, духом. Развитию велосипедного спорта Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области уделяет немало внимания, ведь это уникальное средство для спортивной подготовки и активного отдыха, а также экологически чистый транспорт. И самым ожидаемым событием для омских велосипедистов должно стать строительство крытого велотрека, соответствующего Олимпийским стандартам. В этом году начинается строительство крытого велотрека. Это будет самое крупное спортивное сооружение такого класса за Уралом, что, конечно, позволит дальнейшему развитию велоспорта в нашей области. На спортивном празднике «Велостарт» омские велосипедисты в очередной раз доказали, что даже на такой сложной трассе они остаются мастерами своего дела. Предстоящий летний сезон они встречают в отличной форме. Продолжение следует...